Всем привет! Насущная тема. Мы говорим сегодня об отказах ВНЖ. Почему это больше всего, как процент отказов происходит? Почему это происходит? Кому отказывают, а кому нет? Мы сегодня будем говорить про туристический вид на жительство. Когда вы как иностранец или семью, или самостоятельно приезжаете, снимаете квартиру и оформляете себе вид на жительство об этой категории населения. Почему? Это самые менее защищенные граждане будут. Потому что если это ВНЖ, даже туристически, но по браку это вообще без проблем. И семьи ВНЖ получить, выйти замуж, тогда это все уже защищено, по сути, гражданством своего мужа. Ты, по сути, не гражданка, но там с Сигор, тут у тебя с ЭГК и все прочее. То есть муж берет за тебя полную по документам опеку, по сути, да? Ну и в реальной жизни также. И он делает за тебя все документы, он доверитель твой, короче. У тебя есть доверитель. Ты вообще, короче, отказов там не бывает. Если мы делаем ВНЖ как туристическое, ну просто там в отношениях каких-то и так далее, тоже парень обычно или там семья, приглашающая кто-то, короче, человек, он тоже выступает поручителем, или ему квартиру ждет, или что-то такое. А вот те, кто туристы, иностранцы какие-то, которые планируют на какое-то время туристам здесь пожить подольше ВНЖ, получать все документы, менее защищены чем? То есть вам самим надо снимать квартиру, платить, естественно, за нее, договор аренды прилагать ВНЖ, то есть спор документов этот происходит, у вас нет поручителя. Вот в чем дело. То есть отказов, в принципе, то есть уже человеку больше присматриваются, выясняют, подходят, не подходят и так далее. То есть условно за вами не стоит никакого турка местного, кто бы мог за вас взять какое-то поручительство. Учительство, ну я в общем имею, да, глобально, чтобы кто-то там задал, подал, например, свою справку, два НДФЛ о доходах, и если там такое нужно, там, оформил вам страховку, сказал, нет, а ну здесь вот по этому адресу, это мое, топутом документы на квартиру, это моя собственность и так далее, да. То есть когда человек местный, гражданин, вот с паспортом, всеми делами, если что, короче, условно, вы что-то нарушили, сделали ужасное, нарушили закон и прочее, у вас есть отвечающий за вас человек, и как-то это понадежнее, да, выглядит. А когда у вас здесь ни свата, ни брата, ни кола, ни двора, ничего нет, таким, конечно же, присматриваются больше, более досконально изучают документы в ГЕЧ, когда вы их подаете. Так вот, про причины отказа. Вот, кстати, для этого и нужна прописка, то, что вы снимаете квартиру, здесь все это официально, прописка, и в ГЕЧ вы подаетесь пропиской свои документы, потому что вас надо где-то искать, проверять и так далее, чтобы это была подконтрольная ситуация. Так вот, про квартиры сразу, да, первая причина отказов очень частая. Когда делают свои документы через помогаторов, которые платят за это деньги, это все зависит от того, честно ли вам человек достался, или честно ли делает свою работу на совесть. Надо, конечно же, изучать всякие отзывы, не один-два, а именно почитать отзывы в Гугле где-нибудь, когда другие люди могут, ну, рассказывать, да, о своих впечатлениях, не просто, ой, классно, мне все понравилось, а процесс рассказать, как человек с ним общался, как помогал, какой результат получился с его помощью, получения ВНЖ, какие-то документы и так далее. Так вот, про помогаторов. Если человек делает на совесть свою работу, эта проблема для вас не станет. Но таких сейчас очень много развелось. Это пальцем в небо подобрать такого человека, который на совесть это сделает. И вот эти дни добросовестные, скажем так, люди, которые помогают, если вы уже сняли квартиру, а потом, например, узнали, частая проблема, что в вашем районе или именно в вашем АГАЛе оно закрыто для ВНЖ, уже превысило 20% наполняемость иностранцами этого места, то есть вам же надо где-то прописку искать, где-то прописать, что получить в ВНЖ. И они платят деньги таким людям, которым помогают с вот этой левой пропиской. Знаете, что они делают? Это наша старая история с начала 2000-х годов. Резиновые квартиры, когда для получения тоже ВНЖ в России записывали на квартиру какой-то бабушки, где-нибудь там на выселках, 30-50 человек каких-то иностранцев и им выдавали временный вид на жительство. Та же самая история. Как это работает? Другие отчи, когда принимают документы, пробивается адрес, в базу все документы заносятся, им просто высвечивается, что вот по такому-то адресу дом такой-то, квартира такая-то прописана, вот столько-то иностранцев. То есть они не только ваши документы туда несут, они вас вбивают, скажем так, в ваш адрес других каких-то людей. И вот, например, допустим, пять человек подозрения не вызвало, им выдали ВНЖ, но потом уже, когда эта история зачастила недобросовестные эти помогающие, пара помогайки, прописывают туда других людей, этот адрес дают на прописку, оформляют. Например, 10 человек. Это уже, конечно же, будет подозрительно. Тогда выходит ГЕОЧ, проверяют, видят, что там никто вообще не живет и так далее. И всем тем, кто вообще по этому адресу получил прописку, даже те пять человек, которым до этого оформили, пропустили, и они получили свой вид на жительство, и уже, например, два месяца назад это было, и они уже забыли об этом, как страшно, с ней прекрасно живут, наслаждаются, им тоже закрывают ВНЖ, отклоняют. И после этого момента, когда вам отклонили ВНЖ или прервали действие вашего уже ранее выданного ВНЖ, отозвали его обратно, у вас есть 10 дней на выезд из страны. Куда вы будете девать свои вещи? Чего будете делать с квартирой? Деньги вам никто за аренду не вернет, вперед оплаченные на год. Это ваши проблемы. Здесь я сразу хочу сказать, давайте просто делайте это по-честному, снимайте квартиры в тех районах, может где-то неудобно жить, но где есть гарантия, что вам дадут ВНЖ, который не закрыт для ВНЖ. Здесь вина не гёч такой плохой, а те, кто... Вы изначально идете, скажем так, нечестно, пытаетесь обойти какие-то правила. К сожалению, да, сейчас очень много районов, больше тысячи районов в стране, которые закрыты для ВНЖ, потому что перенаселение, перенаполнение иностранцами, такие правила есть. Тут тоже, знаете, друг у дружки на голове, жить тоже не будут, и право и законы здесь работают. Вот, поэтому первое, самое главное, частый отказ, это резиновые квартиры, в которых много прописки, как вы в эту ситуацию попадаете, так что вы пользуетесь помощью недобросовестных помогаторов, которые вписывают не только вас туда. Следующая часть, встречающаяся, это непонятные доходы. Сейчас, как правило, изменили, правило о том, что надо предоставлять, поэтому появилось правило предоставлять справку с места работы о своих доходах, 2НДФЛ, или пенсионерам о своей пенсии, о ее выплатах из банка, из пенсионного в России, например, про Россию, если говорим. Почему это правило появилось? Тоже непонятные, мутные доходы. Как это раньше было? Ты приезжаешь, открываешь себе, например, в Денисбанке это было самое популярное сделать. Без ВНЖ несколько, всего лишь парочка банков были в компании, которые открывали ВНЖ. Без ВНЖ открывали банковские карты, считая иностранцам. Там были разные условия, они менялись. Значит, вообще просто было сделать типа 10 тысяч лир положил, еще летом было, а потом уже и 20, и 50, и долларов уже просят, конечно, там все это меняется, потому что частные банки не государственные, их не регулируют, это рынок, и они там правила свои крутили, какие хотели. И так как большой был поток клиентов, они там начали максимально делать неудобные условия, чтобы людей было гораздо меньше, короче говоря. Ну и то столько счетов иностранцев развелось, конечно, деньги на них лежат, это вход в экономику, это все понятно, но не контролировалось, откуда люди берут эти деньги, на какие нужды они их тратят. Здесь еще вопрос сейчас терроризма огромный в стране, эта тема, естественно, к выборам всему прочему актуализируется, но вот ловят всяких там, сюда. И знаете, что скажу, вот из последних новостей, если вы видели, я просто в новостях в Турцию не стала освещать, криминальчика не хотелось добавлять, как бы хочется иногда от негативчика отдохнуть. Но тут я вам скажу, недавно поймали двух чуваков, которые отправляли деньги в ИГИЛ, состояли в ИГИЛе, как бы доказано, нет, сейчас следствие идет, естественно, мы понимаем прекрасно, что, например, под пытками можно любые показания дать, это все понятно. Но так это очень естественно показано, сейчас очень огромные рейды про антитерроризм и все прочее, все это шерстят активно в стране, порядки наводят. Как они выглядят, интервью у них были, очень на то похожи, на самом деле, скорее всего, так и есть. Я не берусь, это мое личное мнение, то, что я своими глазами видела, ну, возможно, да. Такие чуваки явно темненькие, знаете, они супер открытые, мы не при чем, мы здесь вообще не мимо проходили, не про эту историю, такие мутные типы. И я вам скажу, что откуда тот, кто в ИГИЛ состоит, запрещенная организация, да, террористическая, люди, которые с наших стран СНГ. И два чувака этих, они вообще не турки, они не курды, они из наших стран СНГ. Я не буду их называть, это две разных страны, но где там религия мусульмария? Там, кстати, оттуда очень многие набирают, на самом деле, вербуют, скажем так. Как вы знаете, Стамбул, Турция, это перевалочный пункт, на самом деле, кто так, террористическим организациям, территориальный хаб такой. Вот. И вот тоже, они в СНГ были, эти чуваки, понимаете, они также открыли счет в банке, они тут легально находились, где они, откуда брали деньги, то есть вот вся эта история, плюс еще, почему деньги сейчас хотят видеть открыто, откуда ты берешь, подтверждай свой доход, они просто положил мне известные, заработанные, где деньги на счет в банке, казалось бы, и фиг с тобой. Ну, потому что вторичные санкции, на самом деле, их очень сильно боятся, и к этому, скорее всего, идет, так как банки коммерчески открывали, почему государственные не открывали без ВНЖ, только коммерческие, парочку штук, и потом в итоге один Денис остался, потому что государство не контролирует, а вторичные санкции, это санкции Европы и Америки, кто помогает, например, России отмывать деньги, переводить что-то, платежи и все-все-все, такое прочее, это всегда угроза вторичных санкций, сейчас пройдут выборы, непонятно, кто придет к власти в стране, непонятно, что будет, но есть такая надежда на то, что что-то может поменяться, действительно, гаечки быстренько подкрутят, и для того, чтобы, короче, банки, видимо, стали где-то там, надо бы, но это не информация официальная, да, такие, давайте что-то менять, короче, будем, нам нужна светлая эта схема, чтобы мы всегда могли, у банков, понимаете, вот эта проблема потока денег иностранных, неизвестно, откуда взявшихся, пропадает, они в домике от вторичных санкций, государству на руку, а вот, да, мы ВНЖ оформляем иностранцам, русским, в том числе, вот смотрите, бумажки предоставляют, откуда деньги, мы ничего не знаем, все официально, то есть нет претензий, то есть они условно создали сейчас эти правила по ВНЖ, чтобы откреститься, мы чистенькие, ничего не знаем, вопросы не к нам, логичное действие, да, защитить себя от каких-то претензий из каких-то санкций, еще отказы по ВНЖ, часто, вот первое, это квартира, прописка, проблема, второе, непонятные, мутные какие-то доходы, и третье, это в принципе странное заполнение документов, ошибки, недополненный до конца написанный адрес, но не здесь ваши по прописке турецкие, ну в общем, короче, анкета, проблема в самой анкете, например, люди указывают, у тебя туристический вид на жительство, ты должен указать, я туристом буду, например, у меня удаленка работа, вот приложил бумажку, я буду ходить там, не знаю, по мусеям буду, туристом буду, не надо писать, что вы будете работать, планирую остаться, задержаться, и когда-то пойти на работу, что-то такое, да ты не имеешь права, пока гражданства у тебя нет или нет, у тебя рабочие визы, бизнес, который ты не захочешь делать, это дорого, то есть ты должен реально быть специалистом, который захотят принять, за которого впишутся, которого будут оплачивать компания, которая тебя берет, тоже, вот оно, поручительство, понимаете, либо поручитель человек, из всех идет, и вот самые, вот эти проблемы, ну не прям орфографические, я не про это имела в виду, но вот такие вот логические ошибки в заполнении самих документов, мало информации, скудно написано, то есть ваша задача, если вы заполняете анкету, максимально красиво расписать, чтобы у человека, который это читает в ГЕЧ, не было вопросов вам, нежелания вам задать вопрос, уточнить что-то, сомневаться в чем-то, пишите правду как есть, но максимально объемная информация должна дать, а не скудно просто так для отписки, ну я имею в виду в общем, да, вы понимаете, там же есть бланк определенный, но все равно, то есть можно сухо вообще написать, а можно как есть, потому что я знаю индивидов, которые, я просто лично столкнусь, напоследок расскажу, кому отказали в ВНЖ, это было летом еще вообще, да, вот эта история с отказами, кому отказали в ВНЖ, ему просто, там не объясняют причин, если что, но когда мы начали об этом говорить, разбирать, чуваки, просто парни из России, они написали в своих анкетах, что они тут вообще на время, если удастся, они там типа, а-ля там будут работать, в таком роде, а потом планируют куда-то дальше поехать, то есть они изначально, как я, если я работаю в ГЕОЧЕ сотрудник, я гражданка Турции, я читаю это так, мы приехали использовать страну, на какой-то период времени, чтобы спрятать, там было написано, от войны он ехал, короче, он думал, что он политический, а-ля такой, наоборот, к себе расположу, чувак, вот, но это наоборот, я использую вас для того, чтобы на самом деле сбежать, а потом куда-нибудь другое место уехать, все, точка, ну, если мы на язык такой, да, перекладываем смысл, конечно, мы отказали, кто это, не надо нас использовать, а если бы он написал, я еду туристом, вот, например, я изучаю языки, вот, например, я вот на курсы языковые хожу, например, что туристский язык, еще давно, например, еще там дома начался, интересной с культурой, истории прям, короче, мне очень нравится, пожить, погостить, побыть туристом, хотя бы на годик или на полгодика ВНЖ, получить просто задерживаться, а там не знаю, что, короче, будет, но вот интерес у меня огромный, уважаю, люблю, интерес огромный, дайте поживу, во, такому одобрят, то есть, если бы он тогда так написал летом, он так не написал, он писал как есть, и довольно-таки, ну, он сглупил, потом он отсюда, кстати, полетел, вот, месяц его закончился, а он улетел в другую сторону, вот, там он брал уже политическое сиоубежище, этот парень, ну, в общем, короче, три, подвожу итог видео, самая главная форма отказа, неправильная прописка, второе, мутные непонятные доходы, и третье, неправильно заполненная анкета, в том плане, что странно, как это дана информация, то есть, если ты турист, я напоминаю, по туристическому виду на жительство в Турции, ты не имеешь права работать здесь, нелегально, легального нет способа, никак, в Турцию можно работать, делать бизнес, открывать там, да, когда у тебя есть гражданство, или ты вносишь огромную, открываешь прям компанию, ну, это не средний, даже бизнес, крупный бизнес открываешь, тогда у тебя в НЖМ есть по бизнесу, отдельная там тема есть, и ты, например, устраиваешься куда-то на работу, все, дальше ничего, про работу там нигде не пишите, пожалуйста, в анкетах это не указываете, ваши планы неизвестные, и тому подобное, на кого смотрят, на надежных, у кого из-за собой, вот протекция там, защита какая-то, может поручитель здесь местный, и тому подобное, или у вас есть постоянно регулярный доход, вот это ваша справка, например, дохода, что условно вы не останетесь без денег в чужой стране, и не сможете отсюда даже уехать, у вас ни на что копейки не будет, вот на что смотрят, на надежность человека, вот такую, все просто. Пишите ваши комментарии под этим видео, я знаю, что тема довольно-таки больная, неприятная, и наболевшая, я в принципе готова к тому, что там сейчас будет в комментариях написано, ну, может напишите, вам станет чуть-чуть полегче, попроще как-то это пережить, у меня в нужном добром слове, потом вспомните. В общем, я только от души хотела вас проинформировать, чтобы, если у кого-то были какие-то вопросы, ответить на ваши вопросы, потому что эта тема очень часто в быту, кто сейчас сюда переезжает, мы это обсуждаем, думаю, надо снять видео, об этом побольше рассказать, чтобы у каких-то других людей вопросов было меньше. Спасибо за внимание, жду ваших комментариев под видео, ставлю, лайк, пальчик вверх, пожалуйста, поставьте, я тоже ставлю, мне будет очень, поможет продвижение канала, мне будет очень приятно, и еще я оставляю в инфобоксе свою почту, если у вас есть вопросы, какие-то, консультации, я имею в виду, нужна, пишите в WhatsApp, встретимся с вами, видео консультацию сделаем. Спасибо за внимание, всем пока.